здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша и и ведущие эдуард брумер и геннадий сегодня мы беседуем с российским политиком политологом доктором исторических наук валерием соловьем валерий добрый вечер добрый вечер коллеги добрый вечер всем зрителям и слушателям программа эдик я хотел бы уточнить что валерий дмитриевич наш старый хороший знакомый валерий мы у нас такой цикл передач тайны кремлевского двора поэтому говорится мы продолжаем этот цикл передач он всегда очень интересен и пользуется большим спросом насколько мой пуля а популярностью когда насколько мы видим на youtube канале валерия прошли выборы в россии как сказал писатель глуховский такие пеньковые выборы но все уже знают результаты все это все известно как я считаю главным победителем из этого вышел а сергей кириенко зам руководителя администрации путина как вы видите его будущее и можно ли сказать что его будем так говорить пятая точка ближе к главному креслу в стране до естественный вопрос сергей кириенко можно назвать одним из бенефицаров он выполнил очень сложную задачу казалось что она вообще неразрешима при той крайне низкой популярности единой россии обеспечить и такой триумфальный успех но пусть и не забывать что по крайней мере такое же количество голосов единой россии было приписано сколько она получила действительно на выборах фальсификации даже по крайне безостенчивым российским меркам носили беспрецедентный характер теперь что касается будущего сергея владелиновича ему не было обещано что он станет преемником это совершенно исключено он не входит в шорт-лист преемников он никогда на это не рассчитывал но может быть только в сами своих сокровенных мечтах он не рассчитывал что он станет премьер-министром уже помните уже был премьер-министром наверное это бы выглядело дурным предзнаменованием если бы еще раз у меня ходили слухи по моему имеющие основания что он хотел бы стать мэром москвы качестве признательности за техническую победу тех техническую уверенную кавычках конечно победу на выборах потому что бюджет москвы больше бюджета парижа он по моему сопоставим с бюджетом нью-йорка то есть по любым меркам учитывая уровень коррупции в россии это одно из самых нужно сказать сладких мест в иерархии российской власти также я знаю что путин не исключал что он может сделать кириенко главой совета федерации место матвиенко но в следующем году вы понимаете это не выглядело бы повышением формально это конечно у третий человек государстве но фактически оба влияния уменьшилась все назначения зависит от президента путина все настоящее время что он подготовить для кириенко пока не очень понятно возможно вообще ничего в ближайшие месяцы поскольку задача провести выбор это одна лишь из первых задач это непременно условия того что путин и кремль планирует ближайшее будущее ближайшие месяцы они все же планируют осуществить переход власти то что называют трансфером или транзитом и все это должно начаться уже осенью должны начаться с кадровых перестановок во всем этом кириенко должен тоже сыграть по всей видимости важную роль так что может быть его награда ожидает его не в этом году только в следующем коллеги я валерий путина самоизоляции ну да как вы и говорили ходят слухи что он себя будем говорить нейтрально не очень хорошо чувствует а это одно из того почему он ушел на самоизоляцию потому что никто не верит в том что в окружении президента путина появилась столько больных к видам и тут он значит вспомнил и это какие то есть реальные реальная информация о том почему он все-таки ушел на самоизоляцию да коллеги я тоже естественно не верю какие другие наблюдатели в том что в окружении путина внезапно появилось такое количество инфицированных к виду это просто невозможно сходя из тех мер безопасности которые безопасности которыми он окружен значит во первых путин ушел на изоляцию перед выборами он всегда в моменты чреватые общественными волнениями старается держаться подальше от москвы это может быть валда и в данном случае это сочинская резиденция это неважно он опасается находиться в москве которая может превратиться в ловушку я думаю что это разумная предосторожность вторая причина ему надо было сделать операцию операция была сделана поздним вечером не очень поздним вечером 22 часа по московскому времени 22 сентября в день кстати осеннего солнца стоять равноденствие прошу прощения осенью эта дата была выбрана специально это была несложная хирургическая операция наделась около 40 минут хотя путин и очень боялся но он не восстановился после операции и не потому что операция была тяжелая а потому что он вообще очень плохой форме и чтобы скрыть это он находится на самоизоляции он значит прибегает к этим телеконференциям потому что так легче скрыть реальное состояние человека вы прекрасно понимаете это наконец есть третья причина еще до выборов планировалось ввести после выборов локдаун ну локдаун не в том европейском или американском понимании как он вводился в некоторых штатах а локдаун это ограничение любой общественно-политической активности то есть как старая русская шутка гласит больше чем патруль и не собираться и вот в этом смысле заявление путина о том что даже в его окружении есть больные поведом может послужить хорошим пропагандистским обоснованием необходимости локдауна если посмотреть сейчас информационные ленты российских агентств официальную пропагандистскую машину а пропагандистскую машину мы видим постоянные сообщения о росте числа больных ковидом регионов о введении ограничений переходе на дистанционное обучение и тому подобных вещах потом разведут руками сказать ну вот видите даже у президента в окружении ну что ж понятно что нам с вами теперь нельзя по улицам ходить нельзя здороваться нельзя обниматься а все кто так поступит это враги пока еще не народа ну взносные нарушители санитарного режима бы сказал медицинские экстремисты так что есть достаточно серьезные причины для него уйти на изоляцию и находиться в этой изоляции более того а если ему станет получше он выйдет он выйдет из изоляции но потом он снова в нее вернется а ему надо говоря языком российского пенсионного фонда находиться на самосохранение у него срок срок дожития понимаете наступали и не только политического вот коллеги а валерий продолжает тему окружения путина мы прекрасно понимаем что это не какие-то тени исчезающие в полдень в полночь это конкретные лица конкретные фамилии имена на ваш взгляд если в окружении путина кто-то новый о котором мы еще не знаем но которые могут себя заявить и если те которые как будем так стали отодвинутыми от этого окружения новых нет что касается отодвинутых наоборот вернулся сейчас фавора сергею шойгу на какое-то время как раз был отодвинут но вот последняя поездка путина в тайгу с ними и главная реклама этой поездки они они показывают что путин вернул свое благорасположение к министру обороны больше насколько я знаю никто в окружении не появлялся никаких перемен не происходило и вряд ли они произойдут видите ли это команда скулана одной цепью спаяна одной целью и вообще замазана в крови основательно в крови коррупции многочисленных преступлениях надо было очень постараться чтобы стать членом этой команды чрезвычайно и естественно любой новичок это угроза ее сплоченности и стабильности и команда это борется не только за сохранение власти она борется за свое физическое выживание в этом особый риск для граждан россии потому что в борьбе за свое выживание я думаю что они не остановятся ни перед чем будут бороться до последнего русского валерий а давайте поговорим о такой фигуре как дмитрий медведев вообще удивительный человек вот он сегодня разразился таким интервью и такое чувство что ему кто-то писал ответы потому что не смотрится он на человека который говорит те вещи которые были озвучены в сми а что с ним вообще сегодня происходит с медведевым медведев это плюс к вам перфектум отработанный пар это кандидат на вылет это абсолютно точно это сильно пьющий человек глубокий алкоголик не просто пьяница знаете но в россии пьяницы называют алкоголика слушать чеки говорят алкоголик вы прекрасно понимаете что это такое он просто не просыхает не просыхает потому что его политика и карьера она завершилась и путин его рассчитывает списать в архив не просто переместить по горизонтали и скажем отправить как свое время молотова послу монголию вообще выгнать просто выгнать даже охрана медведева относится к нему издевательски откровенно издевательски поэтому конечно самым никаких себе ответов не пишет интерьер дать не способен ему написали ну это некоторое оживление она вообще ничего не значит ну может путин смелостилица из барского плеча сбросит за улыбчик когда-тошнему президенту российской федерации многолетнего премьеру и чуть ли не своему соратнику но в окружении путина в элите в целом медведеву относятся откровенно уничижительно именно так уничижительно его принимает как человека который полностью уже все закончил закончил свою точку карьеру а у медведева не хватает воли талантов чтобы бороться и сопротивляться вот если люди у которых так но есть такая воля есть поэтому вы помните бориса ельцина которую несмотря на опалу мне сопротивлялся если люди все равно вы видите которые попадают в опалу но не пытаются как-то держаться на плаву надеюсь на будущее медведева нет такого стержня коллеги валерий история с евгением зеничевым абсолютно фантастическая одни утверждают что это российская значит безглаверность и такая как сказать человеческая бестолковость а другие говорят о том что это было сделано намеренно человека удалили намеренно я так специально говорю удалили а как бы вы нам описали эту историю к сожалению это очень мрачная история зеничев был убит он был именно убит с ним было погиб оператор и было еще убито три человека то есть его погибло пятеро значит вот зеничев оператор ну это вот в официальной версии их двое еще три человека два человека из его охраны и третий человек больше сотрудник ипсб а почему это получилось чего видом это произошло путин возлагал большие виды на зеничев он ему доверял зеничев был его адъютантом а его число конфидентов президента российской федерации но незадолго до выборов на рубеже августа сентября с ним не память не изменяет президенту путина предъявили доказательства политической нелояльности евгения зеничева а он кстати планировал его повышение зеничев должен был ставиться занять очень важную позицию ничем никогда не рассматривался как преемника сразу скажу никогда ничего даже близкого не было в помине но он был занять как доверенный человек путина очень важную позицию и кстати это вызвало намерение путина резкое сопротивление ряда людей в частности главы фсб бортникова секретаря соубеза патрушева так или иначе путина были предъявлены доказательства нелояльности евгения зеничева и как мне сказали это были убедительные доказательства после этого последовала трагическая кончина генерала евгения зеничева кстати те люди которые с ним общались последнее время отзывались о нем как о человеке весьма положительно весьма положительно и узнаете они сказали вот это было мне очень интересно услышать что за последние два-три года пережил какую-то необъяснимую трансформацию вдруг стал читать русских классиков знаете для генерала представляете что это такое читать мы практически не расставался с ними если я вы узнаете что если человек начинаю читать достоевского уже аномальность происходит очень серьезно вот не говорили что что-то с ним произошло очень серьезно вот то что я знаю я могу ручаться за надежность этой информации валерий давайте вернемся еще раз к выборам вот мы с братом обсуждали и нам кажется что вот после выборов какие бы они ни были есть проигравшие есть выигравшие но как бы такая оглушительная тишина известно кто проиграл и ничего такого не было никогда мы помним одиннадцатый год буквально три года назад навальный выводил людей мне кажется по менее серьезным даже причинам а вот сейчас как бы по знаменитому фильму дело был фильм да забудьте да дело закрыта забудьте да что закончено вот поэтому как вы бы прокомментировали мне кажется это даже как-то неудобно смотрится ну конечно неудобно были некоторые надежды у меня тоже что люди могут возмутиться этим я бы сказал африканским почетом голосов это поистине африканской партиликации никогда в россии такого не было никогда этого это правда почему они не возмутились есть не с несколько причин думаю понимает что вряд ли одной причины ограничивается дело ночь первое люди на самом деле не считают парламентские выборы чем-то важным для себя они не считают это ритуал да они этот ритуал участвуют кого-то вынуждает кто-то делает это честно полагая что можно наивно полагая что можно на что-то повлиять но большинстве своем они глубине души по понимать что ничего изменить нельзя это первое второе честно вам скажу что люди запуганы общество в россии это очень хорошо вижу находится в состоянии сильной депрессии правда это депрессия может перейти в лихорадочное оживление у меня в этом нет сомнений потому что наряду с подавленностью я вижу очень много ненависти очень сильное раздражение по отношению к власти по отношению ко всему происходящему у этого раздражения из самые серьезные основания и третья это понимаете призвать-то оказалось некому вот штаб навального находится за границей у на части разгромлен их идея нового голосования технически было очень интересно и правильный но политически она оказалась абсолютно безрезультатной из-за чудовищных фальсификаций и просто чудовищно надеяться на то что коммунисты возглавят народный протест послушайте ну мы просто не приходится это не понимаете это не наследники большевиков вот по части своей риторики отчасти злобной да они конечно наследуют революционерами но по части действий воли ничего подобного даже близко нет и вот оказалась такая перечеливая пустота и упрекнуть людей что они не сопротивляются вот у меня не поднимается язык и вам честно скажу у как они считаются для себя это вообще необходимым они не для себя в этом никакого смысла они действительно раздавлены я вижу эту депрессию я вижу апатию это меня очень печалит поэтому я полагаю что наверное источник активности низовой источником низовой активности станет скорее всего борьба элит когда они начнут драться за то кому наследовать путину и тому подобные вещи высокая турбулентность начнется верхних слоях атмосферы тогда это может транслироваться вниз коллеги а валерий продолжает тему коммунистической партии россии когда-то довольно влиятельная партия под руководством геннадий зюганова превратилась в такую карикатурную партию вместе с тем же зюгановым а что с ней происходит и если люди которые могут геннадий андреевич отправить на заслуженный отдых у ком партии немало числа сторонников я думаю что вы понимаете что в условиях массу тотального обнищание и бедности которые сейчас переживает россия рост левых настроений я бы сказал настроение социального реванша это не совсем левое настроение европейском смысле что левое настроение европейском смысле это солидарность левое настроение в России – это желание социального реванша. Это желание наказать тех, кто богаче, тех, кто удачливее. Очень часто это желание вполне оправдано. Мне это понятно, да? Это первое. Второе. На самом деле, ряд региональных организаций Компартии, они довольно радикальны, они боевиты. Не все, но некоторые. То есть, они более боевиты, чем центральное руководство партии. Что касается центрального руководства, я люблю говорить, что если бы Ленин сейчас ожил, то первым бы он расстрелял Зюганова, как оппортуниста и предателя дела пролетарской революции. Первым. Уже только потом бы он взялся за тех, кто сидит в Кремле. Что Ленин, в первую очередь, расправлялся с оппортунистами в рядах собственной партии. Но дело в том, что те, кто находятся рядом с Зюгановым, это вообще дельцы. Понимаете? Вот те, кого считают его преемниками, это не люди радикальных взглядов. Это просто бизнесмены от политики. У Зюганова есть какая-то остаточная еще верность, она выглядит и звучит смешно, каким-то левым идеям в советском понимании, позднесоветском, таком позднегорбачевском. На то время его политическая карьера стремительно шла в гору. А рядом с ним находятся сугубые бизнесмены, как вот Жириновский бизнесмен. Да, как скажем там, Миронов бизнесмен. Вот поэтому, я думаю, эта партия сможет переродиться, трансформироваться во что-то более дееспособное только в ситуации острого политического кризиса, когда это руководство просто свергнет. Но, скорее всего, она тогда и расколется. То есть, появится что-то похожее на социал-демократию. Опять же, в европейском смысле. Появится что-то похожее на вот эту Линке, да, левую партию, как в Германии сейчас. Ну, какой более-менее, я бы сказал, ну, не совсем радикально левую, но все-таки левую партию. И появятся, возможно, какие-то там сталинистские группы. Это было бы очень полезно, если бы это произошло. Пусть это будет честная конкуренция. И тогда все увидят, что на самом деле не стоит преувеличивать рост левых настроений в России. Что, возможно, это не совсем левое настроение. Что это нечто иное. Но пока что Зюганов лежит бревном на пути трансформации собственной партии. И администрация президента это бревно всячески поддерживает. Ей это, по большому счету, выгодно. Ей выгоден статус-кво. Ей выгодны такие партии и такие лидеры во главе этих партий. Коллеги. Валерий, прежде чем мы уйдем на рекламу, хотел бы для наших радиослушателей сказать, что у вас появился новый YouTube-канал, где вы с Марией Шестун отвечаете на вопросы и ведете исторические лекции. Спасибо, Коверик. Поэтому приглашаем всех наших радиослушателей искать на YouTube Валерия Соловья YouTube-канал и это будет очень интересно. А сейчас мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Мы продолжаем передачу «Тайны Кремлевского двора» с Валерием Соловьем и журналистами радиостанции «Народная волна Чикаго» Эдуардом Брумером и Геннадий Брумером. Валерий, вы с нами? Да, я на связи, коллеги. Валерий, я не зря напомнил нашим радиослушателям о вашем новом историческом YouTube-канале и в связи с этим хотел бы задать вопрос. У Ивана Грозного был постельничий, была такая должность. Боярин Борис Годунов. В этом связи вопрос. А Боярин Михаил Мишустин имеет какие-то виды на то, чтобы занять... Мы уже спрашивали... Такую историческую должность. Трон, трон, скажем, трон действительно трон. Да, коллеги, имеет он имеет такую амбицию, и главное, что эта амбиция подкреплена элитным консенсусом. Приблизительно еще весной, даже ранней весной этого года, Путин дал указание подумать над тем, кто мог бы стать его преемником. Он дал указание Кириенко и обратился с просьбой к собственной семье. Собственная семья – это его дочь и это Алина Кабаева, которых он просил об этом подумать. были проведены консультации и элитная молва сошлась на Мишустине о том, что он мог бы стать подходящим президентом, заменив Путина. Мишустин об этом знает, он очень боится сглазить. Значит, Путин дал указание беречь его от репутационных потерь. Если посмотреть на то, как выглядит Мишустин на российском телевидении, это исключительно выигрышная позиция. Он такой деловитый, технократ. Ничего дурного с ним не связано. С ним связано только хорошее. Его рейтинг растет. Сейчас, конечно, его рейтинг ниже, чем рейтинг президента, но лучше, чем рейтинг Лаврова, выше, чем рейтинг Шойгу, которые были самыми популярными министрами долгое время. Так что, да, вот Мишустин сейчас считается кандидатом. Но в последнее время, наверное, выросли акции Шойгу. Кто еще хочет? Ну, наверное, желающих немало, но пока что Путин в состоянии отсечь нежелающих. Точнее, желающих. Он сам, прошу прощения, фильтрует, кого бы он хотел. Круг вот этих преемников, точнее, фавориты, они менялись. Когда-то, весной прошлого года, это был Собянин, о нем говорили. А весной этого года, некоторое время, это был Шойгу. Сейчас это Мишустин. Он держится вот в топе, да, даже на первом месте, довольно долгое время. Но он ведь в том, не в том только, чтобы выбрать президента. Это же сразу целая, понимаете, лесенка. Значит, кто будет премьер-министром, кто будет гарантировать стабильность власти. И Путин готовит довольно сложную конфигурацию. Он надеется, уйдя, обеспечить безопасность не только себе и своей семье, но и преемственная система. Эти люди, конечно, бы хотели сохранить свои активы, а значит и власть. Потому что, если у вас нет власти, у вас не будет в России никаких активов, возможно, даже и жизни не будет. О свободе я уж не говорю. О свободе вы точно потеряете. С высокой вероятностью. Но я не уверен, что это возможно. Все же, осуществить такой транзит в авторитарном режиме, где противоборствующие группировки наверху, это очень-очень сложно. Поэтому Путин пытается выстроить головоломную комбинацию. Коллеги? Валерий, у меня как бы два вопроса, немножко разные. Вот в продолжение темы Михаила Мишустина, как вы думаете, какие человеческие качества могут ему позволить сменить Владимира Путина? И второй вопрос касается Александра Лукашенко, который в Россию, будем так говорить, ездит чуть ли не каждый день. Турнистом. Да, и, как говорится, чемоданы с деньгами переправляет в Беларусь. А как долго он будет заниматься вот этим бизнесом? Ну, что касается Мишустина, значит, какие качества? Во-первых, лояльность. Это Путин ценит выше всего. Во-вторых, Мишустина это фигура, которая не раздражает основные элитные группировки. Я и сказал, что есть элитный консенсус. В-третьих, он деловит. Он технократ, который чурается любых идеологических заморочек. Его нельзя назвать либералом, его нельзя назвать ястребом. Просто технократ. И плюс он технократ, который возлагает большие надежды на цифровизацию. А это конек президента. Он, знаете, мечтает создать в России некое подобие такого цифрового концлагеря. Ну, наподобие того, что китайцы в некоторых провинциях своей страны смогли организовать. Теперь, что касается Лукашенко. Это турист наоборот. Туристы обычно привозят деньги, а он за деньгами приезжает. Вот. Он такой камивояжер, который торгует надеждами. Он продает российскому президенту надежды на объединение. Надежды иллюзорные, а деньги, кредиты, помощь вполне реальная. Лукашенко уверен, что он сможет обхитрить Путина. Лукашенко играет на время. Он уверен, что Путин уйдет раньше него. И тогда Лукашенко, значит, обнулить все данные обещания. Он предполагает, что он будет иметь дело с новым российским руководством, которое он будет дурить так же, как он дурил предыдущие. Бориса Ельцина удурил, и Путина. И весь этот обман продолжается уже 25 лет. По различным оценкам он обошелся российскому бюджету не то в 50, не то в 70 миллиардов долларов. Но это еще, я полагаю, довольно скромные оценки. Вы уж говорите о репутационных проигрышах, которые Россия понесла, и о страданиях белорусского народа, вы сами понимаете, уже и не приходится даже. Потому что, ну я не исключаю, что Путину выгодно. Ну теперь, вот есть какой-то самый страшный диктатор Европы. На фоне Лукашенко я вообще не самый страшный, думает Путин. Я, может быть, даже немножко цивилизован. Я бы сказал, это конкуренция за то, чтобы не остаться последним диктатором Европы. Пока Лукашенко в этой конкуренции проигрывает, ну он Россию сосет. Он действительно сосет. И получает то, что нужно. И те люди, которые хорошо его знают, и знают отношения между Путиным и Лукашенко, говорят, ну что он обыгрывает Путина. И говорят, что Путин даже как-то любуется. Он его называет колхозником, смеется над ним, но втайне любуется тем незамысловятым мастерством, с которым Лукашенко его обводит вокруг пальца. Здесь в этом что-то из рассказов Шукшина. Там срезал. Вот такое. Да, коллеги. Валерий, давайте поговорим об отношениях США и России. Как вы видите, отношения старого Джо, мы принципиально не называем этого пожилого мистера, человека, президентом, потому что считаем, что тоже наша система избирательная не идеальна. И когда говорят о том, что здесь по почте, вот Венедиктов недавно говорил, что вот смотрите, даже у американцев по почте вот это все очень было хорошо. На самом деле это огромный фальсификацией, поэтому к господину Байдену мы так и относимся. Как отношения складываются старого Джо с немолодым Владимиром Путином? Ну, коллеги, вы понимаете, что в доме повешенного не говорят о веревке, поэтому обсуждать честность и нечестность американских выборов ни в коем случае. Нет, нет, это наша оценка. Это наша оценка. С российской колокольной это вообще смешно, исходя из того, как у нас прошли выборы. Пока есть такое, я бы сказал, настороженное молчание сторон, молчание ягня. То есть, как я понял, есть некое негласное соглашение не нападать друг на друга. То есть, Россия отказывается, или, по крайней мере, она пообещала, что отказывается от кибератак, отказывается от своей политики гибридной войны, от того, чтобы чинить козни Соединенным Штатам, администрации Байдена. Но взамен Россия рассчитывает не получать новых санкций. Конечно, инициатива Аллаты представителей, тот законопроект о санкциях, который сейчас был принят, напряг российскую элиту и Кремль в первую очередь, но они рассчитывают, что, возможно, это дело удастся приостановить. И, в общем, это максимум-максимум того, чего сейчас стороны, ну, по крайней мере, Соединенные Штаты могут добиться. Насколько я знаю, это характерно для Евросоюза. Я думаю, что Соединенные Штаты не исключение в данном случае, не отличаются от Евросоюза. Они тоже делают ставку на время. Они знают, что Путин скоро уходит. Если они знают, что Путин скоро уходит, а действующий сейчас президент, он находится в слегка неуравновешенном состоянии, то зачем рисковать? Зачем обрекать себя на ухудшение отношений, когда президент ядерной страны может себя повести непредсказуемо? Поэтому лучше давайте не дергаться, лучше подождем естественного развития событий, не будем грознить, не будем ставить вопрос о Навальном. Вот это характерно визит Меркель в Москву упрощальный. Она упомянула Навального, совершенно ритуальная фраза. Никто не собирается за Навального биться. Сейчас посмотрим, что будет с инициативой в американском конгрессе. Но пока что выглядело так, что и администрация США тоже не собирается биться за права человека, и в частности за права Навального. Более того, я знаю, что было дано негласное обещание, оно было дано Российской Федерации, Кремлю точнее, не, вот именно Кремлю, что до конца осени Запад не будет попытаться влиять на российскую политику. Имеется в виду на внутреннюю. Что в России безумно боятся, чтобы Запад не вмешался в выборы сперва парламентские, а потом процесс транзита. Я не знаю, было ли такое обещание получено от американской администрации, от Евросоюза, насколько я знаю, было получено. Ну, или понимание, скажем, нежелания Евросоюза вмешиваться в внутренние дела. А не вмешиваться во внутренние дела, это что означает? Не поднимать вопроса о правах человека и тому подобных вещах, которые безумно раздражают российское руководство. Коллеги? Сентябрь, такой месяц выборный, и в Канаде прошли выборы, и в России прошли выборы, и закончились выборы в Германии, на носу, значит, Япония, там будут лидера выбирать, будущего премьер-министра. Что касается Германии, СДПГ выборы выиграл ненамного, но все-таки, скорее всего, ее представитель будет канцлером Германии. Второе место отдано зеленым с госпожой Бербок, непростой дамой. Как российская элита смотрит на вот эти выборы, на то, что партия Меркель проиграла, и теперь надо будет как-то строить заново отношения с Германией? Ну, естественно, знакомый черт лучше незнакомого. Это правило точно описывает российско-германские отношения, это с одной стороны, но с другой стороны, в Москве, официально Москве, надеются на то, что у германских элиты есть приверженность некому принципу, стратегическому принципу поддержания доброжелательных отношений с Российской Федерацией. Меркель очень много для этого сделала, она была главным проводником путинской России в Евросоюзе, она поддерживала добрые отношения, несмотря ни на что, она считала, что это в интересах Германии, и, насколько я понимаю, в германской политике есть консенсус, но зеленые из этого консенсуса все-таки выбиваются, если они получат те посты, на которых настаивают постминистра иностранных дел и постминистра энергоэнергетики, это, кстати, самая чувствительная для России тема, то нужно предполагать, что они доставят России к Кремлю неприятности. Вопрос в том, какие неприятности, будут ли это критика, упреки, или это будут реальные неприятности. Я вам напомню, что Европарламент не раз принимал грозные резолюции, грознейшие, фактически это ничему не приводило. Если эти министры будут раздражаться грозными реляциями, критиковать Путина, критиковать нарушение права человека, путинскую энергетическую стратегию, тому подобное, но ничего при этом не делать, в Москве злорадно, плотоядно скрепят ладошки и скажут, ну вот видите, прекрасно, мы с ними договоримся, или договорились. Ну, я думаю, что какое-то охлаждение произойдет, какая-то риторическая волна поднимется. ведь так было и с Байденом, вспомните. Какие были ожидания в Москве, я знаю, прекрасно тревожные, какие были ожидания, надежды у русской эмиграции в Европе, что вот сейчас придет-то Байден, это вам не какие-то республиканцы, демократы, они традиционно и поначалу казалось, когда там Байден назвал Путина убийцей, и чем это завершилось, игра еще, конечно, не сыграна полностью, мы понимаем, что сейчас всего, наверное, только середина первого тайма, даже первый тайм не завершился, но пока все это носит вялый, очень вялый характер, коллеги, видимо, из Германии, это я знаю, что так в Кремле думают, видимо, из Германии будет так же, может быть, даже еще спокойнее, могут ли американцы надавить на немцев, ну, скажем, в сторону ухудшения отношений с Россией, если бы американцы, да, они могут надавить, но немцы будут сопротивляться изо всех сил, неважно, какое это правительство, христианские демократы, социал-демократы, они будут сопротивляться изо всех сил, если большой заокеанский союзник потребует от них ухудшения отношений с Россией, они считают, что это нанесет ущерб стратегическим интересам самой Германии, так что это такая немецкая реалполитик, стремление обеспечить гегемонию в Евросоюзе, чего они успешно добиваются, и они считают, что Россия на этом день им даже как помощник, а не соперник. Коллеги? Валерий, задам вам вопрос, попробуйте на него ответить. А у нас есть с братом спор, может, вы нас даже где-то рассудите. Допустим, Путина нет, по любым причинам. И все, кто его обслуживал, они, как я понимаю, начнут разъезжаться. Многие из них, как господа Ротенберге, господин Соловьев, и даже господин Вячеслав Никонов, который по Галахе считается евреем, уедут в Израиль. И известно, что Израиль евреев не выдает. А вот как тогда Россия будет на все это смотреть? То есть, люди уедут и скажут, ну да, мы захотели на историческую родину, и нам ничего не будет за те преступления, по большому счету, которые они совершали в России. Ну, коллеги, с Израиля известно, как с домом выдачи нет. Это хорошо знать. В некоторых случаях для политэмигрантов это очень даже хорошо. Я прекрасно это понимаю. давайте зададимся вопросом, а все ли из них успеют уехать? Знаете, если события будут развиваться очень быстро, то многие просто не успеют добраться до самолетов. Вот внуково-3 правительственные аэропорты, откуда бизнес-джеты летят, достаточно вывести два снегоуборщика на взлетно-посадочные полосы, чтобы ни один самолет не покинул аэропорт. Знаете, в России если что-то происходит, происходит почему-то очень быстро. Это было в 17-м году в феврале, потом в октябре 17-го, потом в августе 91-го года. Поэтому я совершенно точно знаю, что не все успеют выбраться. Это первое. Второе. Те, кто намерены выбираться и думают, а думают многие, я это хорошо знаю, они будут искать убежище отнюдь не только в Израиле. многих из них есть вид на жительство или гражданство в одной из европейских стран. Это совершенно точно. Более того, многие из них, несмотря на заявление клятву лояльности в патриотизме, поддерживают, особенно в последнее время, негласные отношения с западными администрациями, с западными спецслужбами. Они пытаются быть полезными. Я спрашивал, почему, мне объяснили, очень простой резон. Если ты агент западной спецслужбы, тебе дают гарантии безопасности. Вот и все. Так что они об этом думают. То есть не только недвижимость, не только домик где-нибудь в Италии или квартирка где-нибудь в Лондоне. Нет, они хотят еще другие гарантии. И поверьте, они думают о будущем после Путина. Среди этих людей нет идиотов. Они жадные, они скверные, они циники, законченные циники. Но они не идиоты. Они об этом они думают. Ну, на худой конец, конечно, Израиль. Ну, честно говоря, Израиль, при всей моей симпатии к этой стране, выглядит несколько провинциальным для этих людей. Вы понимаете? Конечно. Вопрос станет о жизни и смерти, или там о свободе и не свободе, конечно. Они предпочтут Израиль, останутся на свободе. Но вообще они хотели бы наслаждаться. Понимаете, они не для того грабили Россию, чтобы засесть где-то на Ближнем Востоке. Они считают себя гражданами мира, они считают себя элитой. Они хотели бы свободно разъезжать по этому миру. Это их мечта, это их идеал. Поэтому они будут стремиться в той или иной форме реализовать. Но немногие, мне кажется, успеют покинуть Россию. Ситуация может начать развиваться так скоропостижно, что тот, кто добежит, я бы сказал, не до самолета, а до суда, тому, возможно, еще очень повезет. Что русские люди, я говорил в начале передачи, очень депрессивны, но не дай бог, если эта депрессия закончится. Вот не дай бог. Понимаете, она может привести к таким эксцессам. Нет, конечно, события 17-го года не повторятся. в силу целого ряда серьезных ограничений. Но отомстить люди в России очень хотят. Они чувствуют себя обездоленными, их обокрали, это чистая правда, их обокрали, их лишили будущего. Это массовое ощущение в России. Они хотят отомстить, и они знают, кому они будут мстить. Если у начальника полиции крошечного подмосковного района находят в квартире, в доме 5 миллионов долларов, это наличные расходы, на мелкие расходы, вы понимаете, да, какой уровень коррупции, и что вот эти, эти точно никуда не успеют деться. Вот просто не успеют. Потому что из Егоревска им надо будет куда-то набраться. На границе. Россия очень большая страна, и система коммуникаций не очень хороша. коллеги. Валерий, я упоминал о Японии, о том, что там будут выбирать лидера. Закрыта ли тема Курил? Японцы люди упрямые, как оказалось, и просто так сдаваться не собираются. Я имею в виду, не хотят подписывать мирный договор. Так вот, насчет Курил. Как вы видите это? Я думаю, что эта история не закрыта. Она будет продолжаться. Более того, я не исключаю, что может произойти некий резкий разворот. Но просто в отношениях между сторонами накопилось столько недоверия, что любые позитивные инициативы могут утонуть в море этого ну, не многовекового, но недоверия, которое уже строится на протяжении десятков лет. Но я знаю, что Путину предлагали, давайте мы эти Курилы два этих несчастных острова хотя бы два для начала отдадим. Да, но взамен, вы понимаете, это как устроена российская политика, мы взамен должны что-то получить, что-то очень ощутимое, лучше деньгами, не обещать иметь деньгами, здесь и сейчас. Ну, это вот, поскольку в России радиус доверия очень короткий, в отличие от любой западной страны в отношении Японии, в отличие от Японии, то здесь вам на слово верить не будут. Давайте здесь и сейчас. Ну, вам два острова, а вы нам желательно авансов переведите наличными, инвестициями, а потом мы уже будем вести с вами окончательные переговоры. Так что недоверие вот и в этом проявляется, коллеги. Здесь в России и на Западе по-разному ведут дела, очень по-разному. Но я думаю вы об этом много наслышаны. И сталкивались с этим. Валерий, в конце передачи хотел бы задать такой вопрос. Если бы сегодня воскрес Михаил Булгаков, что бы он сказал о современной России? Я думаю, что он бы сказал почти то же самое, что он говорил и в 30-е годы. Он бы удивился, что прошло без малого 100 лет и страна по части персонажей, по части антропологии не изменилась. Это удивительно. Здесь бесы правят балл в России. Они точно совершенно. Вот я шекспировскую фразу помните отопустел все черти среди нас. Вот все черти, которых описывал Булгаков, они сейчас здесь. В России они все вырезали на поверхность. Коллеги? продолжая тему литературы, Ильф и Петров написали великую книгу 12 стульев. И надо сказать, что великие режиссеры, я имею в виду Марка Захарова, Леонида Гайдая, очень классно ее экранизировали. Я скажу, что нам больше всего нравится экранизация Марка Захарова, она более обширна, более элегантна, на наш взгляд. И у меня в этом смысле такой вопрос. Насколько вот 12 стульев, насколько вот эти герои, в принципе сам герой очень симпатичный. Есть ли в России те, кто похож на Остапа Бендера? Обаятельные жулики? Да, обаятельные жулики. здесь хватает жуликов. И жестоких, циничных, хватает обаятельных. Но, коллеги, вы знаете, только мы с вами можем вспомнить этот роман. Вот молодое поколение, для него это эпоха, с которой она абсолютно незнакома. Это другой культурно-исторический пласт. Я вам говорю абсолютно ответственно об этом. Ну да, таких типажей я в России встречаю повсеместно, сплошь и рядом. Даже удивительно. Но это, собственно говоря, даже гуглевские персонажи в каком-то смысле. Ведь Чичиков тоже мог бы послужить прообразом, наверное, послужил Остапа Бендера. Представьте, теперь представьте это Остапа Бендера, перенесенного еще на 100 лет. То же самое. люди, которые строят финансовые пирамиды, которые вовлекают в делоперские проекты, которые торгуют криптовалютами. Я их нередко встречаю, имею с ними дело, беседую, я не занимаюсь бизнесом в этом смысле. Они очень обаятельны, они очень убедительны. но посмотришь в эти честные открытые глаза, как писали Илья Петрова, и сразу все понимаешь. Коллеги... Валерий, последний вопрос заканчиваем. У нас буквально минута. А читаете ли вы Захара Прилепина? Нет, я не читаю сейчас его повестей, нет. У меня просто нет времени. Это не связано с идеологической десинкразией. Валерий Дмитриевич, я специально упоминаю отчество и за уважение к вам. Спасибо вам за наше интервью. Оно замечательно. Мы надеемся, что через какое-то время мы еще побеседуем. И мы вам желаем всего самого наилучшего, бодрости, оптимизма, главное здоровье. И самое главное здоровье. Спасибо большое, коллеги, взаимно вам и всем вашим зрителям и слушателям. Спасибо. Всего хорошего.